В этот юбилей мы возвращаемся к зрителям нашего канала с регулярными выпусками, пока это будут еженедельные обзоры. Революция за одни сутки, камни, бутылки и распятые мальчики будут, штирлиц и пожарный гидрант, таможня возьмет добро, шах и мат черному королю, черный ворон, что ж ты вьешься? А что, так можно было? Сапара Исакова и Жан Торо Садыбалдеева. После этого Центральная избирательная комиссия аннулировала итоги выборов. Ряд губернаторов подали в отставку, а местонахождение президента Саренбая Женбекова неизвестно. Оппозиционные партии сформировали Координационный совет. В это время избранный президент Светлана Тихановская продолжает череду важных встреч. После разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном она посетила Германию, где встретилась с канцлером Ангелой Меркель. Позже ее ждут переговоры с министром иностранных дел и выступления в Бундестаге. Также у избранного лидера белорусского народа состоялись теплые встречи с диаспорой в Берлине. Накануне на площади независимости в столице Беларуси на акцию протеста собрались пенсионеры. Они прошли мимо зданий КГБ и МВД и дошли до площади Кубоколоса. На улице Минска и других городов Беларуси в воскресенье вышли десятки тысяч демонстрантов. Несмотря на дубинки, газ и водометы, задержание и штрафы, белорусы два месяца продолжают говорить режиму «Лукашенко нет». В этот раз в Минске протестующие дошли до гестапо, изоляторов переулки имени Бориса Окрестина. Воскресные марши не только демонстрация мужества граждан страны, но и всегда масса креатива. Оппозиционный штирлист, прокравшийся в ряды МВД, а студию Пыломона. Так могли подумать те, кто видел только это видео. Но давайте сложим пазлы. Дорогая водяная пушка импортного производства не сама собой превратилась в Китай. Ей помогли смелые парни из рядов протестующих. Возможно, на уроках НВП стали проходить курс неполной разборки водомета. Но давайте взглянем на воскресный марш глазами репортера БТ. Ну а прямо сейчас протестующие приблизились вплотную к силовикам. В солдат, по всей видимости, летят бутылки. Не исключено, что камни. Во всяком случае, бутылки я лично видел. Как он распятых мальчиков не разглядел. А какими массовыми были на неделе акции сторонников диктатора, в Минске в среду собралось аж 137 человек. В Бресте тоже не густо. На прошедшей неделе у Александра Лукашенко состоялся целый ряд встреч с международными гостями. Правда, это не лидеры стран, а руководители рангом ниже и из одной страны российские губернаторы. Похоже, Кремль приучает бывшего президента Беларуси к новому статусу. А тот, в свою очередь, решил поближе присмотреться к месту будущей работы или пенсии. Для меня все, что за Уралом, это романтика. Ну, думаю, что в будущем году мне удастся развеять эту романтику и побывать основательно в основных точках России, в Сибири в том числе. Посмотреть, что же это за Сибирь. Смотря куда рвануть. Если заехать в Хабаровск, то там все знакомо. На улицах протесты и белокрасно-белые флаги и шарики. А жители города, в котором 6 лет назад приземлился Янукович, напомнили, что Ростов ждет и Лукашенко. В результате двухдневного саммита Совет Евросоюза пришел к единогласному решению и ввел санкции против 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессий против участников протестов. В списке руководство МВД, КГБ, а также весь состав ЦИК. Александр Лукашенко в него не попал, поскольку ЕС сохраняет надежду на переговоры с ним. В Дроздах эмоционально отреагировали на это решение Объединенной Европы, отозвав послов из Варшавы и Вильнюса и потребовав, в свою очередь, существенно заградить количество сотрудников диппредставительств в Минске от Польши и Литвы. Лукашенко пытается напугать соседей переориентацией грузопотоков из прибалтийских в российские порты. Об этом он заявил, принимая руководителя таможенного комитета. По моим данным, как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков в этом году идут с Литвы и Латвии. Так точно. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то Литва недополучит, их логистические пункты недополучит где-то четверть. Правда, умолчал Лукашенко о том, что такая переориентация грузопотоков невыгодна и Беларуси. Одновременно ведомство Макея лишило аккредитации всех иностранных журналистов. Тем временем на государственном телевидении истерика. Там начали назвать Украину, Польшу и Литву бывшими социалистическими республиками. Избитый в изоляторе на окресте на 41-летний Денис Кузнецов умер в больнице скорой медицинской помощи. Денис получил переломы костей черепа, многочисленные гематомы, открытую черепно-мозговую травму средней степени, переломы ребер, переломы правой подвздошной кости и другие травмы. Врачам он успел рассказать, что его избили милиционеры, а вот милиционеры в свою очередь сказали, что он упал со второго яруса кровати, сообщила Белсату родственница убитого. На 15 суток за решетку отправили прославленную баскетболистку Елену Левченко, которая давно заявила о своей гражданской позиции. Несмотря на боль, страдания и ужас, который пережили мы все в этом августе, сегодняшние белорусы восхищают и вдохновляют меня. Группа ВАЛ, которая еще в начале года прошла национальный отбор на Евровидение, не примет участия в этом престижном конкурсе. Гостелерадиокомпания отменила поездку Валерия Грибусова и Владислава Пашкевича в Роттердам. На БТ заявили, что у исполнителей нет совести. Это решение руководства Госканала последовало после появления Валерия и Владислава на акциях протест, а также после ряда критичных заявлений в соцсетях и СМИ. Мы не видим никакой карьеры при текущем режиме и с текущими событиями в стране, о которых вы все и так знаете. Живее Беларусь! Министерство информации Беларуси лишило крупнейший новостной портал страны Тудбай статуса СМИ. Об этом сообщает сам Тудбай. Такой указ 29 сентября подписал министр информации Игорь Луцкий. Тудбай молодцы! Тудбай молодцы! Статус СМИ дает некоторые преимущества. Возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Отныне такой возможности у журналистов портала не будет как минимум в ближайшие три месяца. Несмотря на репрессии, режим продолжает трещать. Очередной дипломат покинул свой пост. Это Михаил Гольцев, работавший в Генконсульстве РБ в Белостоке. И о спорте. Беларусь лишена права на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Формальная причина Минспорта Беларуси не смогла предоставить необходимые авансовые платежи и страховку. Президент ФИДе Аркадий Творкович оговорился, что двухмесячные протесты не главная причина. Видно, не зря на днях вороны кружились над флагштоком. Ну а после спорта о погоде над Беларуси продолжит дуть ветер перемен. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. До новых встреч и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok